Внедрение инновационных технологий в процесс благоустройства города, строительства и реконструкции зданий, сооружений и дорог в систему коммунального отопления и водоснабжения может значительно уменьшить затраты на содержание, а также увеличить строк их безаварийной работы в дальнейшем. Научные и экономические обоснования этого представил окружной технологический парк «Ямал». Директор Александр Гидон и его заместитель Александр Фомин рассказали руководителям городских служб о проектах, которые они могут предложить и порекомендовать для внедрения в городе Лабытнанги. Подробнее Татьяна Швец. Встреча началась с презентации учреждения «Технологический парк «Ямал» на территории округа работает уже 4 года. Совсем недавно учреждение перебралось из Нового Оренгоя в Салихард. Сегодня сотрудники технопарка ведут 4 собственных инновационных проекта и оказывают бесплатные государственные услуги, работая в тесной связке с учеными ведущих университетов и институтов России. Мы в первую очередь хотим предложить услуги геофизической лаборатории, хотим предложить криотехнологии в части подготовки почвы для выращивания многолетних растений на территории Севера. Также мы хотим предложить проект геотермального отопления и проекты, связанные с созданием общественных приемных и подготовке документов для вступления в реестр субъектов инновационной деятельности. На каждом из озвученных проектов Александр Александрович остановился отдельно. Например, воспользовавшись услугами геофизической лаборатории, можно без проблем просветить почву на глубину до 40 метров. «При строительстве можно с определенной точностью сказать, где строить не нужно, либо указать те места, где нужно строить, на какую глубину нужно заходить туда со сваями, какие технологии использовать при строительстве фундаментов. Также можно с помощью этой технологии проверять, что происходит под зданием в результате растепления грунта после определенного количества лет нахождения здания в эксплуатации». Еще одна технология находится в стадии испытания использования криогеля для выращивания растений. Эта инновация позволит увеличить вероятность выживания семян, создавая тепловую завесу при изменении температур, поможет в росте и питании. А вот технология, которая в будущем позволит решить проблему плохих дорог. Инновационный состав не пропускает воду, устойчив к перепадам температур и деформации. Этот проект пока тоже экспериментальный, но результаты лабораторных исследований впечатляют. «При использовании специальной композиции из полимеров и нефтяных обходов в виде смол в определенной пропорции и обрабатывании слоев при строительстве асфальта, можно добиться того, что влага не проходит через данные слои и, соответственно, разрушение асфальта не проходит». Вопросов к специалистам, внедряющим на Севере такие инновации, возникло достаточно много. В частности, первого заместителя главы администрации города Равили Касимова больше всего заинтересовал проект геофизической лаборатории, в частности, изыскательских работ по воде. «Девять ресурсов вы можете определить и есть, можете, с какой точностью? Допустим, мы вот сейчас для нашего города готовим вопросы водоснабжения». Ответив на все вопросы, собравшихся представители технопарка пригласили к сотрудничеству всех, кому представленные проекты показались интересными. Татьяна Швец, Александр Чирло, программа «Время местное». «Время местное». «Время местное». «Время местное». Продолжение следует...